женщина не знаете автобус уже ушел к остановке подбежал запыхавшийся мужик именно мужик а не мужчина хорошо за 50 в куртке и трениках на плече потрепанная сумка лицо простецкая с усами лариса андреевна усы всегда терпеть не могла отвернулась не ответив женщина вам что трудно сказать автобус последний ушел или нет вы же автобус ждете мужик отдышался и кинул тяжелую сумку на лавочку рядом с ларисой андреевной ничего и никого я не жду раздраженно ответила она потом подумала что время позднее мало ли кто знает что это за мужик и ответила помягче какой-то автобус ушел минут пять назад я не обратила внимание но все мужик плюхнулся на лавку так что лариса андреевна испугалась что лавка сейчас развалится и вскочила а вы тоже опоздали не унимался мужик вот же ведь пристал лариса андреевна одернула плащ и решила идти домой поздно уже час назад она вдруг ощутила странную потребность выйти из дома стала как-то душно и одиноко никогда с ней такого раньше не было всю жизнь лариса андреевна прожила одна и была очень счастлива подруги замуж повыходили детей нарожали а ей совсем этого не хотелось как вспомнит мать в деревне рожала как подорванная одного за другим потом троих в интернат отдала а лариса старшая в город сбежала окончила училище выучилась на бухгалтера и всю жизнь центральном ресторане города работала ресторан золотой век называется веселая музыка вкусная еда лариса сначала была просто бухгалтером а потом главбухом до самой пенсии свадьбы юбилеи скучно и никогда не было оклад хороший еда вкусная квартиру купила на отдых ездила и другой жизни лариса андреевна не хотела а год назад новый хозяин ресторана заявил что лариса андреевна не знает новые методы работы и его многое не устраивает и и отправили на пенсию хотя сама лариса андреевна пока даже и не собиралась поначалу она кинулась искать новое место потом поняла что то что ей предлагают ей не нравится а то что нравится там молодые нужны плюнула ну и ладно подушка безопасности у нее есть небольшая но хватит и ушла на пенсию без оглядки самое свободное плавание в своей жизни сначала все было просто замечательно она жила без всяких планов не ставила путильник ездила на экскурсии и даже ходила в парк на занятия скандинавской ходьбой но вдруг и все это опостылило и сегодня вечером она просто вышла на улицу и села на лавочку у автобусной остановки машины ехали гудели мигали шли люди разговаривали а она сидела и чувствовала словно ее вообще нет а есть только этот шумный город и он живет своей жизнью а ее жизнь не имеет абсолютно никакого значения и никому она не нужна абсолютно никому ни одному человеку на всем белом свете и вдруг этот мужик а что вам тоже ночевать негде а женщина а то я как-то тут уже раз до утра на лавке ночевал утром пришлось уехать я за городом живу вот смену отработал опоздал тогда-то ночи теплые были а сегодня прохладно ну да ничего у меня бутерброды есть с колбасой ты это дамочка садись не боись не укушу вот держи хлеб свежий колбаса любительская а я сейчас термос достану и мы чайку горячего попьем с сахаром согреемся мужик ни с того ни сего перешел на ты и сунул бутерброд в руку ларисе андреевне она хотела отказаться но вдруг поняла что страшно хочет есть она не ужинала да и в обед почти не ела и она откусила кусочек а вкусно то как она давно не покупала колбасу на диете сидеть пыталась а тут хлеб ароматный а колбаска мужик весело засмеялся ну что вкусно а держи вот я чай налил смотри горячий не обожгись тебя как зовут-то лариса андреевна с набитым ртом ответила она и мужик радостно кивнул лариса значит а я дядя митя ой то есть дмитрий я дмитрий иванович раньше на заводе работал уволили вот теперь в охране сутки трое и ничего нормально мать правда у меня болеет старая стала вот на лекарства ей и работаю может поживет еще а семья была бы сплыла сын вырос жена ушла к другому в общем живу и живу он вздохнул улыбнулся но глаза вдруг стали грустными а тебе лариса далеко до дома хочешь я тебе на такси дам мне то уж очень далеко они за город ночью не везут назад клиентов нету а двойной тариф слишком дорого для меня а тебе хватит дядя митя смотрел на нее и улыбался и лариса вдруг вспомнила что в школе у нее был друг колька она была вечно голодная а он приносил в школу бутерброды и кормил ее и также смотрел как этот мужик по-доброму немного насмешлива она сейчас себя вдруг молодой девчонкой ощутила словно и не было этой жизни не было ресторана золотой век и это не ее отправили на пенсию лариса доела бутерброд запила горячим сладким чаем и вдруг сказала сама от себя даже не ожидала пошли ко мне дядя митя не на лавке же ночевать вот он мой дом и ехать никуда не надо бери свою сумку и пошли только веди себя скромно а не то рука у меня тяжелая не смотри что не молодая мужик опешил недоуменно на нее посмотрел потом на дом за спиной потом опять на ларису андреевну а чего ты тут сидела чего ждала то ничего я не ждала ничего мне ждать больше ты идешь или нет лариса андреевна повернулась и направилась к дому дмитрий иванович заметался потом взял сумку а как же да не удобно да я да ты да ты не подумай я на полу в уголочке а утром сразу уеду спасибо а то ведь холодно дмитрий иванович шел за ларисой удивленно мотая головой утром лариса проснулась от странного стука вышла из комнаты дмитрий уже встал он спал на кухонном диване и что-то чинил в туалете у тебя лариса бачок течет вот починил может даже на завтрак заработал он выпрямился и улыбнулся а она удивилась стоит перед ней чужой мужик в майке волосы седые наполовину влажные видно только умылся а ей радостно и тепло на душе непонятно от чего ну что идем завтракать дядя митя и правду заслужил яичницу с помидорами будешь лариса улыбнулась у меня между прочим стиралка тоже плохо работает подтекает так и остался дмитрий иванович у ларисы андреевны до следующей своей рабочей смены позвонил матери у той все в порядке оказалось и остался живут они теперь вдвоем дмитрий иванович на работу ходит сутки через трое а лариса ждет мужа и готовит ему жильены и блюда ресторанные митя целует и руки ларисочка ведь я понял это ты меня ждала я ведь не случайно опоздал вот ведь судьба прости ты была такая одинокая я не смог тебя одну оставить всю жизнь прожил а не знал что так любить смогу но надо же как же мне повезло к матушке его они часто ездят ей хоть уж и под 80 а она еще шустрая боевая лариса перед ней себя совсем девчонка чувствует а за сына так как рада мария поликарповна наконец-то и у ее митеньки есть счастье есть ради кого жить